Продолжение следует... Закят также очищает его сердце от жадности и эгоизма и отучает считать дарованное ему щедротами Бога исключительно своим. А сердца тех, для кого предназначен Закят, он очищает от зависти и ненависти по отношению к тем, кто богаче их. Богатые являются для них не врагами и эксплуататорами, а братьями по вере, признающими их право на то, что даровал им Бог от своих щедрот и помогающими им. Об обязанности принесения Закята постоянно говорится в Коране, наряду с обязанностью совершения намаза, чтобы тем самым подчеркнуть, что это фундаментальный долг мусульманина, предписанный акт поклонения. Так, первый халиф ислама Абубакар Сиддик послал вооруженный отряд против людей, отказавшихся выполнять обязанность уплаты Закята, но соблюдавших при этом намаз и считавшихся мусульманами. Закят, по сути, является способом обеспечения безопасности мусульманского общества. Предписывая такую обязанность, всемогущий Аллах не намеревался сделать людей ленивыми, предпочтительно давать Закят тем, кто не просит его и в размере, необходимом для удовлетворения лишь самых насущных потребностей, а не для приобретения того, что не является необходимым. Ведь в любом обществе всегда найдутся люди, по той или иной причине находящиеся в беде или нужде, из-за бедствий, войны, немощности, невозможности найти работу, а также сироты, вдовы, старики, не способные работать и не имеющие никого, кто помог бы им. Очевидно, что должно осуществляться постоянное снабжение их самым необходимым и вместе с тем не унижающее их человеческого достоинства, устраняющие обозленность и зависть бедных по отношению к богатым. Закят таким образом является институицированной и обязательной формой распределения средств и проявления заботы, уравнивающей богатство в обществе, при этом не запрещая частную собственность и не предусматривая уравниловку, противоречащую человеческой природе и мешающей развитию общества. Несмотря на все современные экономические достижения и методы распределения богатств и меры по обеспечению права людей на удовлетворение своих основных потребностей, ни одна идеология или экономическая система не оказалась способной учредить институт для разрешения проблемы бедности, при этом не приводящей к противостоянию и ненависти, сравнимой с исламским закятом. Совсем другим является положение того человека, кто из своих заработков отдает необходимую долю в качестве милостыни – заката. В том случае, если он делает это искренне ради Аллаха, надеясь получить награду Всевышнего, то будьте уверены, деньги, потраченные на закат, вернутся к нему с помощью Аллаха в лучшем виде. Что значит «в лучшем виде»? Это означает, что у такого человека имущество, во-первых, становится благословенным. Владелец имущества почувствует довольство от обладания им. Оно будет защищено Всевышним Аллахом от несчастья и ущерба. Во-вторых, взамен потраченных на закат денег, Аллах дарует человеку возмещение, своего рода компенсацию. Как это может быть? Например, торговые дела человека пойдут более успешно, либо человек получит некий дополнительный доход, откуда совсем не ожидал. В-третьих, может быть так, что имущество не станет больше, но увеличится благодать в нем. Человек станет меньше тратить денег на малозначимые расходы, и в итоге сохраненная сумма станет больше. Уж как часто в жизни многих людей происходит такая ситуация. Они видят некую новую вещь, которая им нравится, и тут же приобретают ее. А затем, придя домой и здраво оценив покупку, они понимают, что она вовсе и не была им нужна. Но покупка уже сделана, и деньги потрачены, а точнее, выброшены на ветер. Вот простой пример. Человек покупает новую машину, а немного поездив, разочаровывается в ней, находит немного недостатков и решает продать ее. Но продать эту машину сейчас можно, лишь очень сильно сбросив ее цену от первоначальной. Таким образом, человек теряет много денег и, вдобавок, остается расстроенным от неудачной покупки. Это пример того, как в имуществе отсутствует барракат. А у того человека, чье имущество обладает барракатом, каждая копейка оказывается полезной. Все упомянутое касалось лишь только нашей жизни. А если вспомнить о награде в судный день за потраченное на закат имущество, то она неисчислима. Всевышний Аллах в Коране говорит смысл. И чтобы вы не потратили ради Аллаха, Всевышний обязательно вам это возместит, ведь Аллах наилучший из дарующих удел. Когда наше имущество достигает определенного достатка, определенная часть из этого имущества уже не принадлежит нам. То есть она становится собственностью бедных. Так, например, Аллах дарует некоему человеку имущество сто тысяч рублей. Из этой суммы, как известно, полагается отдать в качестве заката две с половиной тысячи. И вот, сделав закат обязательным для людей, Аллах и проверяет, будет ли человек покорным Всевышнему и отчислит положенную сумму в пользу бедных, или же он окажется скупым и непослушным, отказавшись помогать неимущим людям. Вот точно так же и все остальные обряды ислама предписаны Всевышним для того, чтобы испытать человека. Закат с имущества выплачивается не чаще одного раза в год. Его размер невелик, не обременяет человека и не влияет на дальнейшее развитие его дела. Закат выплачивается по правилам, установленным самим Богом. С одной стороны, его выплата приносит пользу как самим нуждающимся, так и всему мусульманскому сообществу. С другой, закат побуждает обеспеченных граждан вкладывать свой капитал в дело, тем самым не оставляя его на долгое хранение. Человек, который выплачивает закат, освобождает себя от бремени долга и получает великую награду от Аллаха. Тот, кто не выплачивает закат, наоборот, считается совершающим тяжкий грех и его ждет наказание от Аллаха в древоскрешении. Если человек не выплачивает закат и вообще не признает эту обязанность, то он выходит из лона ислама, считается вероотступником и его ждет вечное пребывание в аду. Посланник Аллаха предупреждал, в день воскрешения богатство, даровано Аллахом тому, кто не выплачивал с него закат, предстанет перед ним в образе пляшивого змея с двумя черными пятнами на глазах, обовьется вокруг него, вопьется ему в щеки и скажет «Я — твое богатство, я — твое сокровище». Затем посланник прочитал следующий аят «И пусть не считают те, которые скупятся на милости, дарованные им Аллахом, что это лучше для них. Нет, это хуже для них. В день воскрешения обязательно закуют их вошенники из того, чем они скупились. И Аллаху принадлежит наследие небес и земли, и Аллах ведает о том, что вы творите». В Коране сказано «А те, кто собирают золото и серебро и не расходуют его на пути Аллаха, обрадуя их мучительным наказанием в тот день, когда в огне гиены будет это все разожжено, и будут заклемены этим и холбы, и бока, и хребты. Это то, что вы изберегали для самих себя. Вкусите же то, что вы изберегали». Без Корана такой аят «Бисмиллахи ррахмани ррахим» «Вайлуллильмушрикиналлядина ла ютуназзакаха» Это большое наказание тем людям, тем мушрикам, которые не выплачивали закат от своего имущества. То есть в этом аяте Всевышний Аллах этих людей, которые отказывают от выплачивания заката, называют мушриками. В Коране еще аят «Бисмиллахи ррахмани ррахим» «Явмай юхма алейха фи нари Джаханнама фатуква биха джибаху хум в джунобу хум в дугуру хум хада ма кунтум ма хада ма канастум би анфусикум фадуку ма канастум ма кунтум так низун». «В этот день еще понесут те люди, которые не выплачивали закат, такое наказание, что, как в этом аяте говорится в общем смысле, в этот день будут этим людям обжигать и лоб, и бок, и спины, говорит. В этот день нагревают, до красноты нагревают слитки золота, слитки серебра, и этим самым им обжигают лбы, спины, и бок, обжигают до той степени, что они смогут это переносить». Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорил любого обладателя стада животных, не воплотивших с него закат, в день воскресенья ожидает топтание копытами и бодание рогами своего хозяина. Когда пройдет последний из них, первое животное снова начинает топтать и бодать этого человека. И так будет продолжаться до тех пор, пока не свершится суд Аллаха над своими рабами, который продолжится 50 тысяч лет в нашем летоисчислении. Потом люди увидят, куда ведет их дорога, в рай или ад. «А тот, кто выплачивает закат, должен знать, что любой обман, занижающий сумму заката, является тяжким грехом». О людях, берущих закат, но в нем не нуждающихся, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал следующее. «Поистине, мужчина, берущий закат, но в нем не нуждающийся, губит свое имущество». Когда пророк, салли Аллаху алейхиссалям, послал в Йемен своего наместника Муаза, да будет доволен им Аллах, он сказал ему, «Призови их принести свидетельство о том, что нет Бога, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха. И если они подчинятся этому, уведомь их о том, что Аллах вменил им в обязанность совершение пяти молитв ежедневно. Если же они подчинятся и этому, уведомь их о том, что Аллах обязал их выплачивать закат, который следует брать у богатых и отдавать бедным из их числа. А если они покаялись и выполнили молитву, и дали очищение закат, то они братья ваши в религии». Хадис пророка, салли Аллаху алейхиссалям, гласит, «Кто расстанется с этой жизнью, будучи искренним в своем поклонении Аллаху, не предав ему сотоварищей, совершая молитву и отдавая закат, тем Аллах будет доволен». Ислам считает, что любой экономический проект, суть которого заключается в достижении так называемого экономического равенства, заранее обречен на провал. Дело в том, что Ислам вовсе не провозглашает равенство в самих жизненных благах. Ислам провозглашает равенство в предоставлении возможностей и приложении усилий к приобретению благ и средств существования. Закат выгоден дающему. Он очищает мусульмана от грехов, помогает сердцу избавиться от скупости и очищает его имущество, а также способствует росту имущества. Передает со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха алейхиссалям сказал о том, что ангелы молят Всевышнего. О Аллах, прибавь имущество дающего. О Аллах, погуби имущество держащего. Согласно хадису посланника Аллаха алейхиссаляму, имущество, с которого отчисляется закат, оберегает Аллах. Оберегайте ваше имущество выплатой заката. Выгода тому, кому предназначается закат, несомненно. Если говорить об обществе в целом, хотя благополучие каждого и есть благополучие всех, то закат связан с нейтрализацией ущерба обществу, какой могут нанести ему, например, люди, обремененные долгами. Бедный, живущий среди богатых людей, которым нет дела до его бедности, чувствует свою отверженность, которая рождает в нем ненависть к богатым. Важнейшей причиной преступлений, совершаемых некоторыми людьми, является не что иное, как бедность, отверженность, ненависть к богачу, дрожащему над своим богатством. Закат – это способ помешать распространению отношений, вызывающих ненависть к богатым и к обществу. Это путь установления любви и согласия между людьми, между бедными и богатыми, которые живут в условиях сотрудничества. Закат также способствует освобождению человека от чрезмерной любви к материальным благам, той самой любви, которая почти всегда приводит человека к болезни, а иногда и к самоубийству. Так как скупость и накопительство – это путь, ведущий к чрезмерной любви к материальным благам. А что лучше всего помогает бороться с такого рода любовью, как нещедрость, великодушие и готовность к подаянию? Наиболее ярким проявлением чрезмерной любви человека к богатству является его отказ от достойной жизни, и человек становится невнимателем к делам своей семьи и даже веры. Во времена пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, жил один человек. Звали его Саальва Бинхатыб. И был он так беден, что ходили они с женой в мечеть по очереди, потому что у них была одна рубаха на двоих. Бинхатыб отличался искренностью и набожностью. Его почти всегда можно было найти в мечети, и поэтому прозвали его тогда «птичка мечети». Однажды он пришел к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал, — О, пророк, зови к Аллаху и попроси его одарить меня богатством. Ответил ему пророк, саллиллаху алейхи вассалям, — Горе тебе, Саальва, малое за что ты благодарен, лучше большого, которого ты не вынесешь. Еще раз попросился Альба и сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, — Разве не хочешь ты быть подобным пророку, если бы я желал горы золота себе, будут они мне? Саальба на это ответил, — Если попросишь Аллаха и одарит он меня богатством, я дам каждому, кому положена его доля. И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, прочитал дуа, и получился Альба овец, да так стало расти его богатство, что стало тесно ему медением. Затем стал он соблюдать только полуденную и послеполуденную молитву, — Возьми с имуществу милостыню, которой ты очистишь и оправдаешь их. И послал пророк к Саальбе за закятом, но тот отказался, — Сказал, — Что это еще за налог, который придумал Мухаммад? И сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, три раза, — Об горе Саальби. Когда же Саальба узнал, что говорится по его поводу в священном Коране, он спохватился и пришел к закятом, но сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, — Поистине запретил мне Аллах принимать эти закяты.